Институт экологии и географии Казанского федерального университета. О чем вы думаете, услышав это название? Представляете себе ревностных гринписовцев или географов с картами наперевес? Каких специалистов растит институт на самом деле? Где могут работать выпускники и чем они занимаются во время учебы? В репортаже Евгения Шевченко. Провести уникальное исследование в области загрязнения окружающей среды, узнать химический состав воздуха. Определить полезные свойства меда, сделать уникальную томограмму дерева, благодаря которой возможно определить, здорово ли оно. Привести невероятно сложные эксперименты в области природоохраны с использованием микробиологии. На сегодняшний день это возможно попробовать в Институте экологии и географии. Наш институт является уникальным институтом, потому что в нем собраны специалисты самых разных специальностей, самых разных направлений. В нашем институте три отделения. Первое – это отделение экологии. Второе отделение – это географии туризма. И третье отделение – это отделение географического и экологического образования. Уже по этим названиям вы можете представить, каких специалистов мы готовим. Институт экологии и географии готовит специалистов в самых романтических областях науки. Кто не мечтал в детстве спасать природу, защищать красоту, побыть даже немного предсказателем, колдуя над приборами, чтобы узнать погоду? В институте обучают географов, экологов, природопользователей, метеорологов, геоинформатиков, специалистов по сервису и туризму и многих других. В будущем у студентов есть шанс почувствовать себя и Эрин Брокович, и 15-летним капитаном. Предстоит научиться и разбираться в картах, и получить представление о работе в госструктурах. Выбор профессии огромен. Можно найти работу и в Гугле, и в уникальном природном заповеднике. Выпускников с распростертыми объятиями ждут в науке, педагогике, различных министерствах, фондах, ассоциациях, предприятиях и туристическом бизнесе. Занимаюсь дендер-хронологией, то есть изучением изменения климата по годичному приросту деревьев. То есть тоже большей частью экспедиционная работа производится выезды на разные территории, берутся образцы прироста деревьев, то есть буром, древесном, берется образец прироста, и он уже непосредственно в нашей лаборатории изменяется. Уже 200 лет действует метеорологическая обсерватория. Недавно открылась новая станция, оборудованная ультрасовременным оборудованием, благодаря которому можно узнать не только погоду, но и состав воздуха в нашем университетском городке. Кстати, вопреки расхожему мнению, он достаточно чистый. Институт имеет три базы учебно-полевых практик, работает пять учебных и научных лабораторий, оснащенных оборудованием мирового уровня. Сегодня Институт экологии и географии сотрудничает с университетами Германии, Израиля и Китая, обменивается опытом и решает актуальные научные вопросы. Стоит отметить, что оборудование лабораторий уникально. Подобное могут позволить себе лишь несколько институтов по всему миру. Студенты не занимаются наукой ради науки просто так. То есть практически все наши студенты участвуют в так называемой проектной деятельности. О чем я говорю? Я говорю о том, что многие предприятия или министерства делают нам заказ на решение какой-либо проблемы. Вот для того, чтобы ее решить, мы привлекаем к решению этой проблемы и студентов, и магистрантов, и аспирантов. И получив навыки при работе в такой группе проектной, студентам, будущим специалистам, уже легче будет адаптироваться на своей работе. Мы занимаемся инновационной деятельностью. У нас работает на базе нашего института два малых инновационных предприятия. Неудивительно, что со столь развитой научной базой выпускники часто остаются работать на родных кафедрах, продолжая свои исследования. На кафедре увлекаюсь программированием, ГИС-системами, и преподаватели предложили совмещать с учебой работу на кафедре лаборантом. Работаю уже больше полугода, очень нравится. В принципе, очень выгодно и в плане того, что все оборудование находится здесь, никуда ехать не надо. Плюс все преподаватели, все материалы свои, то есть параллельно ведется работа курсовых, дипломных работ. В учебных лабораториях института можно встретить и талантливых школьников, которые готовятся к Олимпиадам российского и мирового уровня, мечтают стать студентами КФУ. Их не пугают ни высокие проходные баллы, ни большой конкурс, ни конкуренты со всей России и зарубежья. Ведь студенты Института экологии и географии получают разностороннее и невероятно интересное образование. И имеют высокие шансы найти свое место в профессии, которую выбрали. Более 70% наших студентов работают по специальности. Поверьте мне, это очень высокий процент, когда ребята используют именно те знания, которые они получили в университете. Институт экологии и географии – это перспективный, динамично развивающийся, сложный организм с богатой историей, наполненный активными и целеустремленными студентами, интересными проектами и перспективными планами, что позволяет не сомневаться в востребованности института. Евгения Шевченко, Ленардо Влетьяров, Александр Муравьев. Специально для Универ Ньюс.